С 1 июня этого года вступил в силу федеральный закон, который официально звучит так. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. В народе его называют противотабачный закон. Что знают о нем подростки, поинтересовались представители городской администрации, медицинского центра и полицейские в ходе рейда. Общаясь сегодня с подростком, мы понимаем, что это в том числе лидер мнения для своей семьи, лидер мнения в классе, лидер мнения в дружеской компании. И мы хотим, чтобы не только с нашей стороны проводилась работа по разъяснению данного закона, но и по принципу равный-равный из уст подростка эта информация передавалась его сверстникам, его родителям, его семье. Эти ребята не только знают о том, что курить вредно, но и сами принимали участие в противотабачных шествиях, которые проходили в рамках принятой хартии «Сочи без табака». С 2010 года Сочи – лидер антитабачной политики России. О ролике юных сочинцев на ютюбе смотрит весь мир. Важно то, что ребята сами проявили инициативу. Идея наша общая. То есть сначала был ролик по правилам дорожного движения, который снять нас подвигла акция городская, то есть школа. Но потом родилась идея снимать ролики вообще социальные. Нам это понравилось. Во всероссийском конкурсе «Здоровая Россия» проект будущей олимпийской столицы «Город свободный от курения» занял первое место. Да и сами жители отмечают – курильщиков стало меньше, да и те более воспитанные. Прививать культуру поведения в обществе нужно, конечно, с раннего возраста. Поэтому такие рейды по площадкам города и беседы с детьми – еще одна надежда на то, что именно этот школьник не потянется завтра к сигарете.